Прямо в чате можете написать, да, вот любите ли вы продавать, насколько вам комфортно это делать, делаете ли вы это каждый день. Девчонки, команда, вы задумались, да, я понимаю, что вот как-то всегда не до конца понятно, что каждый подразумевает под словом продажи, да, потому что, что мы продаем по сути, да, как часто мы это делаем. Раньше, нет, сейчас решают, потребности нравятся, нет. На самом деле, скажу вам так, мы очень часто на самом деле и много чего продаем, даже об этом не задумываясь. Ну, например, если говорить о наших детях, да, как часто мы продаем ребенку идею о том, что нужно, например, съесть кашу, да, мы утром садим, у нас поем кашу, он говорит, я не хочу, да, и мы начинаем продавать идею о том, что, почему это важно, да, съесть овсянку с утра, чтобы он был здоров, да, чтобы не болел животик, то есть, чтобы это была польза для него, чтобы он имел энергию на целый день, чтобы им были силы и желания играться, бегать и все остальное. Точно так же мы продаем ребенку идею о том, что нужно учиться. То есть, мы каждый день, у кого есть дети, те меня понимают, да, с кем мы делаем домашнее создание каждый божий вечер, о том, что нужно учиться, почему это важно, да, почему важно в тех или иных предметах, да, подтянуть, допустим, себя. Точно так же, каждое утро мы с этим сталкиваемся, и на самом деле мы продаем каждый раз идею о том, что нам важно. Важно слить кашу, важно сделать уроки, важно повысить мне зарплату, да, например, как сотруднику. И очень важно иметь продавать вот эти свою идею, да, например, продать мужу идею о том, что тебе нужна новая шуба. Я вот приведу пример. У меня есть дочка, которая 5 лет, вот когда мы с ней гуляем, она четко аргументирует мужу, если что нужно. Она всегда приходит вот домой, вот с тем подарком, который она выбрала. Вот недавно мы шли по городу, ей захотелось мариновый парик, она четко продала ему идею, зачем он ей нужен. В итоге я пока хожу без шубы, но она уже в мариновом парике, поэтому вот здесь важно уметь продать идею для того, чтобы получить вот какую-то вот свою внутреннюю выгоду, да, и ощущение. Как часто мы продаем подружке идею вместе по киноспорт, да, потому что важно что-то делать в паре, поддерживать друг друга, и тогда уже меньше шансов откосить. Поэтому точно так же задумайтесь, как часто вы продавали, да, идею пойти вместе там куда-то на концерт, пойти вместе покататься на роликах, пойти просто в парк с семьей, да, когда всем остальным хочется просто полежать на диване. Поэтому на самом деле продажа это то, что мы делаем каждый день, даже не задумываясь об этом. И, по большому счету, все великие люди начинали с продаж. Например, основатель компании Теса, да, электромобилей, я думаю, что сначала, когда их запускали, никто не верил в то, что в принципе это возможно, ездить, да, без заправки там топлива. Точно так же, например, основатель компании Ки, точно так же, когда начинал он, опять-таки, я думаю, что мало кто верил в него, но большая вера именно его в то, что он делает. Я думаю, что это как раз вот то, что помогло ему достичь своего результата. Он начал свой бизнес с 7 лет, это не была компания Ки, безусловно, он продавал спички. Он просто покупал их чуть дешевле, ходил по домам, по соседям мы продавали им спички чуть дороже. Вот на этот раз покупал больше спичек, больше их продавал. Потом он перешел на карандаши, на такие открытки поздравительные, украшения новогодние, рождественские. Вот, и уже к 17 годам человек основал свою компанию. Хотя я уверена, что на старте очень мало кто верил в него, но вот это именно ощущение того, что ты делаешь, вот нужно делать, ты в него веришь, да, дает тебе силы, и ты реально можешь продавать себя, свою идею. Вот точно так же шоу Oprah Winfrey, да, безусловно, что вот девушка далеко не модельной внешности, афроамериканка. Несколько десятков лет назад на телевидении это был просто абсурд. Вот продавать идею того, что именно она должна быть ведущим утреннего шоу, вот сделала ее сейчас самой богатой, успешной, влиятельной женщиной в Америке. Точно так же, например, вот история, я думаю, что многие из вас ее знают, история Стива Джобса, да, основателя Apple. Опять-таки, тот человек выходит иногда за рамки, если он верит в свою идею. Если говорить о Стиве Джобсе, опять-таки, то есть он, создавая свой очередной компьютер, в 12 лет ему не хватило радиодеталей. И он поздно основателю Уэллиму Хьюлитту, основателю компании Хьюлитт Пэккард, для того, чтобы попросить него этих деталей, потому что у него не было возможности купить у родителя, и нужно было искать какие-то ресурсы извне. То есть человек продал идею того, зачем ему это нужно. И основатель компании выслал ему эти детали бесплатно. И сейчас этот человек уже один из самых влиятельных и богатых, в принципе, в мире. Точно так же, вот такой, еще один пример, я вам приведу, Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group. Точно так же человек продавал идею инвесторам о том, что он хотел бы создать бизнес-журнал. В 15 лет он продал эту идею, то есть в 15 лет, то есть, по сути, еще школьникам, он открыл первый бизнес-журнал, он назывался Student. С него началась его империя. Он звонил с телефона автомата в крупные компании и предлагал рекламу. Причем он делал вид, что его соединяет не опять речная секретарша. То есть, таким образом, создавалось впечатление от того, что с руководителем компании общается руководитель этого журнала. И вот точно так же этот журнал потом набрал популярность. И по сути, с учет этих рекламных таких компаний в его журнале, по сути, они заработали свой первый капитал. И, конечно же, наши основатели, Роберт и Йонесов, Юпники, я думаю, что все знают их историю. И очень важно иметь идею, внутреннюю убежденность в том, что это правильный именно твой путь. И уметь продать эту идею инвесторам. Точно так же начиналась наша с вами компания Reflame. Можно сказать, что эти люди где-то далеко, они где-то в другой стране. В нашей стране такого невозможно. На самом деле, скажу небольшую свою историю. В смысле, у меня был интересный проект гражданского образования. Вот то, что мне хотелось запустить. Но поскольку родители просто обычные инженеры, денег, понятно, не было на оборудование, на аппаратуры, на компьютеры, на все остальное. Поэтому искала инвесторов извне. То есть вышла вот за рамки своих возможностей. Мой проект поддержали общественные организации, которые помогли его реализовать. Поддержал фонд Сороса, они дали денег финансирования на компьютерное оборудование для запуска вот этого проекта. И многие организации просто дали своих представителей, которые читали лекции по правовому воспитанию, по экономике. То есть по разным направлениям, которые мы запускали в этом проекте. Поэтому всегда, вот если вы чего-то хотите, вот просто нам нужно это сделать. И у них свои ресурсы лежат у нас прям под ногами. То есть очень важно иногда выйти вот за эти рамки и поискать их извне. Расскажу вот еще такой небольшой анекдот, вчера слышала от коллег. Дедушка в темном парке под фоларем ищет в траве ключи. Подходит парень, говорит, что вы ищете, наверное, вот ключи потеряло, нужно найти. Он помогает ей искать, они там полчаса роутся, роутся, не могут их найти. Он говорит, девушка, где же вы все-таки их потеряли? Она говорит, ну вот там дальше. Почему тогда вы ищете их здесь? Потому что здесь светлее. Да, вот не всегда там, где светлее, лучше и комфортнее. Это вот как раз то место, где нам нужно искать, где нам нужно что-то делать. Поэтому вот моя вам рекомендация, просто иногда выходите немножечко за рамки, да, и думайте, что вы можете сделать по-другому, иначе, либо больше, да, чем тот ресурс, который вы располагаете каждый день. А продажа, безусловно, это начало и основа любого успешного бизнеса. Как это работает? Что такое продажи, да, для вас? Какие у вас ассоциации есть с этим словом? Кто-то их любит, да, кто-то делает, кто-то не любит. Ну вот мы сегодня с вами проговорили о том, что, в принципе, мы продаем это, по сути, каждый божий день, да. Вопрос только о том, что мы продаем. Не конкретный продукт, да, очень часто это всего лишь идея, да, чтобы реализовать то или иное дело начинания. Что такое для вас, да, продажи? Или что вы пишите в чате? Хочу услышать вашу, вашу версию, точку зрения. Что такое продажи для вас в вашем понимании? На чем они базируются, возможно, если вот так перефразировать? Общение, утепление, выявление потребностей кандидата, выявление потребностей кандидата и, правда, за доверие. Все-таки я их люблю, да, Наталья, я вас понимаю. Да, я согласна полностью, потому что продажи, в первую очередь, это отношения. То, как мы выстраиваем отношения с нашими клиентами, с нашими партнерами, и в дальнейшем состоится ли, в принципе, да, продажа как таковая. Мы вчера в Харькове делали такой небольшой тренинг, можете просто проиграть его тоже в командах. Попробуйте продать какую-то вот элементарную вещь, да, другому человеку. Очень часто мы, когда понимаем, что у человека есть деньги, да, а у нас есть продукт. То есть мы стараемся его продать, как бы даже не спрашивать человека о том, какие потребности у него, в принципе, есть. Поэтому очень важно, да, выставить теплое отношение, доверительность к человеку и задавать ему вопросы, выговорить его потребности, да, и потом уже продавать решение конкретно потребностей для конкретного человека. Поэтому очень важно, да, поддержать отношения с человеком, узнавать потребности и рекомендовать решение. Потому что по всему продаем не продукт, да, не конкретно баночку с кремом. То есть фишка не просто в баночке с кремом или в креме. Фишка в том результате, который этот крем нам дает. То есть после мы продаем человеку решение его проблемы, выгоду, которую он получает от приобретения того или иного продукта, который мы предлагаем Это может быть как бизнес, так и любой продукт из каталога, точно так же То есть важно выявить потребности человека и предложить ему решение Как мы поддерживаем отношения с клиентом, с консультантом, с партнером? Это может быть переписка в соцсетях, на почту, как комфортно Это может быть звонок, это может быть живая встреча То есть три варианта, пишем, звоним, встречаемся По сути, как бы, то есть ниж какого-то четвертого варианта, который бы мы учитывали эти три Каждому как комфортнее Кто-то очень любит теплые живые встречи Кто-то работает онлайн и встретиться живем получается достаточно редко Поэтому здесь важен звонок человеку Переписка тоже не всегда эффективна, потому что, ну вот, мне кажется, что все-таки комфортнее всего это звонок или личная встреча Вот, поэтому для того, чтобы продажи были комфортные для вас и для вашего клиента Мы всегда начинаем их строить с отношения, с постройки отношений между человеком и клиентом Есть вот такие этапы продаж, что важно сделать Да, всегда есть приветствие, есть вопросы, есть интерес, есть польза, есть выбор и есть итог То есть, в принципе, я думаю, что знакомы каждому из вас скрипт, по которому мы все работаем Чуть позже приведу пример по этому скрипту, именно с точки зрения продаж, как это работает Всегда, когда мы работаем с продажами, есть такая вероятность, что мы встретимся с возражениями Я уверена, что каждый из них с ними встречался И у многих какой-то легкий вот такой бывает ступор, когда мы не готовы к возражениям клиента Что рекомендуется делать в такой ситуации? Прежде всего, думать о том, что если вам возражают, это хорошо на самом деле Отлично для меня в любой ситуации, в бизнесе, в общении, в жизни, в работе Хуже всего, когда человек равнодушен То есть, когда ты не зацепил его никак, вот он просто равнодушно прошел мимо Когда человек вам возражает, значит, что ему это интересно, ему это важно Поэтому здесь как раз, возможно, просто нужна чуть больше информация от вас по тому или иному продукту Поэтому возражения это всегда хорошо, важно их правильно отрабатывать И сегодня я хочу поговорить об одном из таких возражений, которые мы иногда сталкиваемся Но ничего не нужно То есть, это одно из возражений, которые мы сегодня отработаем И вот, в принципе, если говорить о возражениях в целом, какие есть принципы с ними работы Есть вот такой принцип «пятна на рубашке», о чем он говорит Важно предупредить ситуацию То есть, например, если мы понимаем, что можно облиться борщом Мы вешаем салфетку на рубашку Вот «пятна на рубашке», то есть, мы предупреждаем появление этого пятнышка То есть, точно так же с возражениями Если мы понимаем, что человек может сказать нам, что это дорого Либо это может быть у него аллергическую реакцию То есть, либо какие-то другие моменты То есть, мы просто их прорабатываем до начала нашей презентации и встречи с человеком Когда мы уже понимаем, да, то есть, какие могут быть подражения ключевые Мы тогда уже к ним, как бы, готовы, вооружены Подготовлены у нас, какая-то информация, возможно, для себя проработана Мы понимаем, как это можно отработать уже с человеком Чтобы эта информация была уже в плюс для него и для вас Второй момент, но вы включаете сразу свою позицию То есть, если человек говорит, мне не нужно, как бы ничего не хочу Как бы мне не интересно Можно говорить, у нас вот есть там скидочка, да, там, или на скидочку скидочка То есть, очень часто мы сразу же занижаем вот планку То есть, человеку не нужен, в принципе, ваш продукт То, что вы занижаете, как бы, вот свой уровень, как бы, свой авторитет в своих глазах Тоже не сыграет вам в пользу Всегда имейте альтернативу Да, вот наш любимый выбор без выбора, да, иногда, вот, то, что мы называем То есть, как бы, не хочешь вот это, может быть, вот это, да Или два варианта, как бы, сюда, либо сюда Всегда избегайте споров, потому что, когда мы, вот, как бы, заводимся с человеком, да То есть, опять-таки, это понижает на статус в своих глазах То есть, мы будем говорить гораздо, скажем так, экспертнее Если мы этот спор сгладим, да, и перевернем его, как бы, в незнаном русло Потому что мы же все умеем, как бы, вот, сглаживать эти моменты Как бы, да, я с вами согласен, я раньше тоже так думал А сейчас вот так-то, так-то и вот так-то, да То есть, мы понимаем, что спор всегда можно сгладить Всегда нужно общать на вас разное, то есть, не молчите Например, человек сказал вам, а может быть аллергия, вот этого средства, как бы, и вы зависли, да То есть, вы думаете, там, две минуты, и человек понимает, что, как бы, ну, скорее всего, да Наверное, аллергию это вызовет А вас вот так не уверены в себе Четко, четко, и вы смогли ответить человеку на возражение И продавайте легко и красиво, чтобы это было в радость и вам, и человеку Очень часто, когда, например, заходишь, ну, вот, в магазин Есть раз, с которым хочется работать, да, и что-то купить А есть те, которые хотят сразу убежать, которые вот тебя сразу, как бы, вот так тяжело дарят И ты понимаешь, как бы, что вот, ну, нет, как бы, не сегодня Поэтому очень важно делать это легко, красиво, чтобы было комфортно и вам, и клиенту Чтобы каждый из вас хотел новой встречи, нового разговора, нового диалога, и новой продажи, по сути И, собственно, вот сама техника работы своего рождения, ну, ничего не нужно, да? Так как часто вы сталкиваетесь вот с таким возражением, когда вы предлагаете человеку, например, там, витамины, комплексный уход, помаду, все, что угодно Вам говорят спасибо, но ничего не нужно, типа, не сейчас, да? Часто бывает такое? Вот просто поставьте плюсики, у кого бывают такие возражения То есть, насколько эта тема бывает? У кого еще бывает? Тогда немножко проработаем ее Я думаю, что у нас и бывают, да, вот такие моменты Чего не нужно делать, в принципе, да? Дарить на человека, вот, скажем так, манипулировать Говоря о том, что, как не нужно? Вы не хотите быть счастливым, вы не хотите стать успешным Вам, интересно, допустим, доход, как бы, ну, как же? У нас такие предложения в каталоге, вы даже о них не знаете, а уже ничего не хотите То есть, мы, как бы, дарим на человека, да, своим авторитетом И вот здесь, как бы, не факт, что диалог, в принципе, у вас состоится И в стране, когда мы предлагаем человеку скидку Потому что, в принципе, если мне нужен, там, гель для бритья, да? Или какой-то, там, бальзам, да, для губ То мне нужно ни со скидкой, ни без То есть, скидку логично предлагать, когда у вас уже есть, как бы, завязались отношения с человеком То есть, уже есть диалог, есть заинтересованность вашего клиента в продукте Вот тогда уже можно делать такую, как бы, дополнительную для него возможность Рассказать какой-то акции, да, либо же о каком-то, о какой-то скидке на продукт Как часто клиенты говорят, ничего не нужно Обычно это происходит тогда, когда у человека нет мотивации купить конкретный продукт Ну, то есть, сколько это, там, я лысый, зачем мне шампун? Ну, вот, очень тренирован, оно вот в этом формате То есть, человек, в принципе, не настроен покупать этот продукт, о котором вы говорите Не планировал, да? Либо нет бюджета, либо уже купил где-то в другом месте, да? Аналогичный продукт, и теперь, как бы, он, в принципе, ему не нужен Возможно, просто не доверяет вам, да, как продавцу Не доверяет качеству вашего продукта Тоже вполне возможно, если человек осветит, например, первый раз Если не чувствует давление с вашей стороны, вот то, о чем мы говорили Как не нужно? Ты не хочешь быть красивым, здоровым, успешным и так далее, да? Или же просто не видеть смысл в покупке того или иного продукта Как быть в этой ситуации? Здесь как раз очень хорошо помогают на старте Несколько вопросов, которые вы можете задать Вот 3-5 вопросов, это максимально Потому что, когда вы вначале человеку задаете вопросы Там, что бы ты хотел, да? А как вот здесь? А как вот здесь? То есть, когда вы задаете уже конкретный вопрос, да, о покупке Через него сказать ничего не нужно Потому что по факту вы уже знаете, что ему нужно Потому что вы у него спросили Вы задали ему несколько вопросов Которые подвели вас в итоге к правильной рекомендации Согласно потребности вашего клиента Альтернативные вопросы, да, вот то, что мы любим Выбор без выбора Тебе заказать, например Тебе заказать Что это может быть? Например, вот такую помаду, да, такого оттенка Либо такого Мы с тобой встретимся завтра в офисе Либо, так и у нас здесь 4 часа туда-то То есть, конкретные варианты вопросов Когда информация есть Она как бы подразумевает ответ Да, однозначный вопрос только выбора Места, либо продукта, либо времени То есть, когда у вас есть уже конкретная альтернатива Вот И то, что помогает нам, в принципе Эту ситуацию зафиналить То есть, предлагайте простое действие Глобальную покупку Вот то, о чем мы говорили с вами В фишках презентации Когда, возможно, что какая-то глобальная действия Глобальная покупка Человека может так пугнуть Да А, допустим, простое действие Прийти на бьюти-сессию На фотосессию На какую-то бьюти-вечеринку А к вам в офис Это то, что ни к чему не обяжет человека Это с ним прямо проговорить Это просто вот Классная тусовка Получишь хороший контент Интересные фотографии Это ни к чему не обяжет Просто приходи, да А там уже, то есть, на вторую встречу Во-первых, человек вас уже знает Он у вас видел, с вами общался На второй встрече уже в офисе На этой бьюти-вечеринке Уже гораздо больше доверия к вам Да, утепления И там уже можно, в принципе Эту сделку на саму продажу зафиналить Вот Поэтому еще раз подсуммируем Да, то есть, задаем вопросы Альтернативные вопросы готовим И предлагаем всегда Более мелкие и простые действия На которые человек, скорее всего, согласится То есть, если это ваш холодный рынок Человек не согласен на покупку Если мы говорим, да О продаже продукта Просто объединяйтесь контактами Да, возьмите хотя бы контакты Вайбер Я думаю, раз в небольшую такую группу Да, я предлагаю информацию Интересную о продукте Возможно, вам это будет интересно То есть, какие-то маленькие шаги Да, которые человеку ничем не обязывает В принципе, да Но они помогут вам потом дальше С ним утеплиться И наладить контакт Если вопросы у нас по вот этому возражению Мне ничего не нужно Так, если нет, тогда пойдем дальше А по большому счету Что всегда приносит нам продажи Это наш каталог Наш главный ключевой инструмент С которым мы работаем И, безусловно, он сам по себе Он не работает Если что-то у нас на столике Важно с ним работать Важно прозванивать Ваших клиентов Ваших потребителей Ваших консультантов Потому что только Звук личной встречи То, что работает максимально эффективно У меня есть вот такое небольшое Для вас задание На 14-й каталог Поскольку 13-й уже практически закончен Просто появились скриптом Звонка По продаже любого продукта Из 14-го каталога Для того, чтобы в чате У нас была уже база К старту каталога Для того, чтобы мы могли уже С этим работать Через 2 дня буквально И попробуйте ваш скрипт Отработав его на звонках Вашим клиентам Для того, чтобы понять Рабочий скрипт или нет Просто 3-5 человек Прозвоните, чтобы понимать Какая у вас обратная связь Есть ли заказы по вашему скрипту Насколько он рабочий Чтобы потом дальше Дублицировать его в команде Поэтому большая просьба к вам Пишем скрипты В наш АСМ-чат Будем делиться друг с другом опытом И я думаю, что круто отработаем Этот каталог И 14-й в том числе А вот такой покажу скрипт Который у нас есть Представлен к админи учителя Это еще скрипт По транслянному каталогу Поскольку день учителя Уже буквально в эти выходные Просто зачитаю его выборочно Привет, Оксан Есть пару минут Скоро младшего Моего день рождения Думаю, где отмечать Не подскажешь Где ты своим отмечала Деткам, где понравилось То есть мы утепляемся Внимание правим к человеку Чек кто-то отвечает Да, там-то Были там-то, там-то Круто, понравилось Интерес Кстати, в пятницу День учителя А ты планируешь Что-то вашему учителю-воспитателю Человек отвечает Как бы да, нет Исходя из этого Дальше уже Как бы комментируем У нас разговор Я от тебя всегда делаю Подарочки Презентики Сегодня буду делать заказ До праздника Все успеет прийти Есть два варианта Компромисс Приветствия Заинтересовал Пользу Выгоду Проговарив Для человека И подвал итог То есть Очень часто мы забываем В финале сделку Когда человек готов Что-то взять Мы как бы ждем от него паузы Что он сам Сделает первый шаг На встречу Поэтому Всегда А финальте Вашу сделку И договаривайтесь Уже конкретно О месте встречи Где мы встретимся И получим Наш заказ Вот такой скрипт По 14-му котлог Я думаю Что на фоне Это вашего блона Можно что-то свое Продумать Уже на 14-й котлог Лидеры из Харькова Сегодня в чате Уже выкладывали Свои скрипты По 14-му котлогу Поэтому Смело можем Брать их в работу Точно так же Использовать И вот такое задание Опять-таки То есть Скрипт звонка клиенту И делаем Собственно Эти звонки По скриптам Которые проработаем Вот А теперь хочу Перейти прямо Ко второй теме Немножечко скажем так Подытожить выступление Которое было У Юлии Мазниченко О рекрутировании Да, безусловно Это основа нашего бизнеса Потому что Все мы помним Вот этот бассейн Да, из которого 15% в среднем Воды вытекает Каждый каталог И для того Чтобы его наполнять На как минимум 15% рекрутирования В каждом каталоге Сейчас у нас очень хорошие Осенние каталоги Зимние впереди Когда у вас Высокие продажи Мы хорошо Поделим активность Но очень важно Не забывать о том Что Наш баг Это какое-то Фиксированное Число консультантов И это тот максимум Который может Разметить заказы В каталоге Только рекрутирование Это тот как раз Вектор Который помогает Нам расти И развиваться Выше По резнице Успехов Поэтому Для каждого Бизнес-партнера Цель Минимум Три контакта В день То, что Это самый минимум Лучше Больше На что Мы можем Приглашать людей И кого Приглашать Это Прежде всего Теплый круг Это могут быть Холодные круг Телефонная книга Контакты в соцсетях Достки То есть Телефонная книга Телефонная книга Телефонная книга Но просто важно Опять-таки То есть Это делать в системе Потому что Вот как с нашим чайником Он никогда не закипет Если мы делаем Это от случаях Случаю То есть Пусть это будет Меньше По количеству времени Да Но это будет Каждый день Изо дня в день То есть Без вот этих Первых Когда мы там Воскресенье И неделю Ничего не делали То есть Каждый день По 3-4 часа Это минимум Которое нужно Тратить На что мы можем приглашать У нас В принципе Есть 5 встреч С которыми мы работаем Это бизнес-встречи Это сессии По уходу за кожей Это волос-мероприятия Волос-клубы Это могут быть Вечеринки Антикастинги Сюда же Я бы добавила Наши мероприятия Леталиф Которые мы проводим Летом Восьмину На открытых площадках Предлагая интересные Активности Для наших Новых партнеров Вот 5 ключевых встреч С которыми мы работаем Скрипт Опять-таки Приложение он такой же Приветствия Вопрос Интерес Польза Выбор И итог То есть Скрипт на сути Такой же Но важно Что мы предлагаем Дать человеку В той или иной ситуации Сейчас опять-таки В нашем чате Повелись скрипты По рекрутированию Поэтому смело Их используйте Добавляйте свои Точно так же Пропишите скрипт Приложение На 14 каталоге И отработайте его На практике Чтобы понимать Насколько он Рабочий Вот Я думаю Что на этом В принципе По рекрутированию Нужно зафиналить Нашу встречу Потому что Я сказала Достаточно Много инструментов Которые нужно Просто сесть Обдумать